Сегодня в Краевой администрации обсуждали проект стратегии развития Красноярского края до 2020 года. Эксперты называют этот документ важнейшим для нашего региона. Его главная цель – повышение уровня жизни населения через новую индустриализацию. Кстати, обсуждение сегодня было закрытым для журналистов прежде всего потому, что проект стратегии подвергся жесткой критике. Стратегия развития края – это больше 160 страниц и месяцы работы экономистов, чиновников и экспертов. Главная идея документа – улучшить жизнь граждан можно только через развитие экономики. Документ констатирует, что за постсоветские годы край растерял практически всю промышленность. И теперь необходимо проводить новую индустриализацию, использовать наши естественные преимущества, прежде всего природные богатства, и развивать их глубокую переработку. С этим, пожалуй, никто из экспертов сегодня и не спорил, зато по остальным позициям дискуссий было хоть отбавляй. Более 300 замечаний были представлены в письменном виде к первоначальному проекту. Многие из них, особенно дельные, содержательные, конструктивные, были учтены и нашли отражение в тех поправках и уточнениях, и были сделаны. Многие специалисты считают, что стратегия – слишком пустой документ. Там обозначены цели и задачи, но как их решать – практически ни слова. Кроме того, не обозначены конкретные показатели, которых нужно достичь. Неясно, насколько должны вырасти доходы населения и так далее. Эксперты также отмечают, что стратегия не учитывает газификацию нашего региона. ТЭЦ необходимо переводить на природный газ. Так и воздух будет чище, и тарифы на тепло и электричество, возможно, будут ниже. Стратегия, безусловно, должна отнестись к тем стратегическим задачам, которые ставятся или стояли перед краем. Поскольку вопрос о выборе основного источника энергетических ресурсов перед краем стоит, и мы отличаемся тем, что газификация транзитным газом у нас равна, по сути дела, нулю, мы должны дать ответ, ставим ли мы такой вопрос до 2020 года или не ставим. Кроме того, экспертов не устраивают методы освоения северных территорий, которые предлагает стратегия. Это прежде всего вахта. Многие уверены, что развивать край нужно с помощью полноценных, вновь создаваемых поселений на перспективных месторождениях и территориях. Александр Ус уверен, что в стратегии нужно также отразить краевое видение развития России. По его мнению, регионы должны оставлять себе больше налогов, а крупные компании располагать свои офисы там, где находятся их основные производства. Сегодня еще неофициальное его обсуждение, поэтому, естественно, настрой экспертов, прежде всего, не депутатов и не членов правительства, это максимально критично подойти к этому материалу, с тем, чтобы затем, когда он приобретет статус официального, он был максимально выверен и защищен, что называется, с точки зрения его качества. Краевые власти обещают втихушку стратегию развития края не принимать. Документ будет обсуждаться еще не раз, в том числе с представителями научных кругов, бизнеса, общественных организаций и просто всех желающих. Скорее всего, власти Красноярского края столкнутся с серьезной проблемой. С одной стороны, стратегию нужно серьезно дорабатывать, а с другой, как можно быстрее принимать, чтобы этот документ просто не потерял актуальность. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127 или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтово Новости. Продолжение следует...